привет друзья мы рады приветствовать вас на канале капитан герман и сегодня у нас с вами будет выпуск посвященный флоре и фауне как вы знаете я отвечаю за все что не живое то что ездит и есть техническая один а у нас отвечает за все что плавает кричит кусается и прочее прочее ну как то так исторически сложилось так вот сегодня у нас будет выпуск мы вам будем рассказывать про мангры мангровые леса их обитатели панамарина и называется он туннель любви ангри это такой особый вид деревьев которые живут в прибрежной зоне океанической то есть соленой воде и это деревья которых корни и воздушные и морские и по их высоте если посмотреть докуда средний уровень видно уровень приливов отливов то есть в водоемах где есть коралловые рифы которые преграждают путь волнам но при этом остается соленая абсолютно вода вот это их зона обитания и они тем они с собой создают зону обитания для огромных колоний птиц и животных которые здесь абсолютно защищены от человека от хищника то есть очень непроходимо они живут в таких топях и птицам тут прекрасно гнездоваться потому что никто до них не доберется вижу вот и вообще незаметно да такой сидит клювом щелкает я когда поднимался к примеру ну и крабы есть крабы левши и правши в основном конечно правшину встречаются левши это видно конечно по размеру и его клешни этот смотри вот тут еще один а вот тут без бойцовой клешни оторванная короче у них большая клешня они прикрывают выход в нору и такие типа кто зайдет тот будет побежден вторая клешня у них чисто для сбора еды то есть вот их норки ну и на входе в нору должна конечно быть главная клешня и крабы птицы рыбы здесь много всего должно быть короче целая своя экосистема обычно такая то есть экосистемы свойственны тропическому климата иногда субтропическому где всегда тепло вода всегда соленая одинаковой температуры и одинаковой где-то солености первая линия мангровых лесов которая идет ближе к воде называются ризофоры то есть это та часть которая больше подвержена приливом отливом и влиянием собственно соленого моря та часть мангров которая находится внутри том-то где мы с вами сейчас находимся называются авиции вот это авиции то есть у них развитая корневая система которая идет самого верха вот увидите как они могут спускаться и достигать нескольких метров и они на наиболее максимально предрасположены к фильтрации соленой воды как ни странно вообще мангров 25-30 разных видов самое большое самая большая плотность и разнообразие находится насколько я знаю по моему в индонезии на кали монтане ну это не имеет значения потому что мы находимся с вами в панаме будем рассматривать панамские мангры они делятся все мангры на два типа это западные восточные в панаме западные восточные те которые находятся в индо пасифики и индийском океане а есть еще один тип мангр те которые растут прямо с соленой воды и растут наверх называются пневмофоры вы уже видели кстати корневая система мангров растет со скоростью 8-9 миллиметров в день то есть это достаточно быстро растущие деревья если есть один вид обезьян в этих манграх я надеюсь мы встретим маленькие рыженькие которые делают много шума так вот мы отправляемся на поиски капутина где-то прямо здесь у них семья вот такой тут обитатель пятится вот он пришел полакомиться и мы его отвлекли смотри другой вот ими один краб короче если присмотреться тут очень много ребят тусуются крабы жрут мидии вот тебе и замкнутый круг мидии живут прямо на манграх тоже часть экосистемы плоские интересно съедобные я думаю съедобные но просто есть вода с немножко застойная поэтому наверно не очень ну так в теории то есть можно сейчас держусь за один из корней они их спускают самого верху они достаточно гибкие и очень плотные то есть его практически не сломать и добираются же воды то есть вот этот уже добрался вот этот вот болтается еще не добрался но стремится короче они так размножаются и покрывают собой огромные части такой прибрежной территории и получается что это и не суша и не вода то есть ты тут и пройти не можешь и никто пройти не может но вот обезьянкам и птичкам вообще ездить по мангровым лесам желательно когда хайтайт потому что на низкой воде здесь достаточно не глубоко можно цепляться поэтому я мотор видели когда я включил задний ход он так выпрыгнул это сделано для того что если мы во что-то ударимся у нас просто просто подлетит и не будет большой нагрузки на венгру смотри ну это же разные виды манграх видишь есть такие которые как деревья правда это наверное те что самые популярные тут красные красные манграх судя по тому что есть еще черные и белые в манграх водится большое количество змей так заявлено и я знаю собственного опыта что змеи любят получать такую как бы тенек и прям жить и спать днем внимание спать прямо на верхушках деревьев которые над водой находятся там такой air flow который им нравится короче не дергайте за все палки которые свисают над водой потому что можете побеспокоить смею она просто упадет к вам на голову а тогда то есть это одно и одна из тех вещей которые гиды обычно рассказывают то есть не стоит хвататься так за каждую первую палку которую видишь чтобы там остановиться или подержаться потому что может на ней сидеть смея и она упадет на тебя потревожили сон получите на кусь-кусь вот это семечко мангрового дерева вот оно такое по форме и всегда один конец нижней тяжелее другого и когда дерево грязь покажи короче она должна упасть о и воткнуться смотри хоба то есть она когда падает дерево но всегда падает вот так вертикально застреет в земле и пускает корни то есть вот эти ребята они уже благополучно упали и проросли вот менее удачливая семечко но мы сейчас поможем смотри дадим ему второй шанс нет оба когда они падают и не втыкаются в землю а начинают плавать по поверхности воды они могут уплывать там до 10 миль в сторону и набирают воду тонут и если подходящий грунт находится в том месте они начинают прорастать а если грунт не подходящий тогда они набирают кислород всплывают и ищут другое место где грунт подходящий это удивительно так они могут делать по несколько раз пока не найдут ту точку до которой они смогут пустить свои корни куст пускает прямо корни вот они идут прямо сразу вниз закапываются в землю и потом распускает свою корневую систему их уже оттуда ну вот вообще никак не вытащить а вы знаете еще что в манграх всегда коричневая вода она не грязная а просто за счет того что корни находится под водой они дышат у них есть вот что что они отдают воду и всегда она получается коричневая коричневая ничего смешно я думал что мы поедем вот на тот вот остров я тоже так думала но милковато будет гриби а ты прям обратно хочешь а Субтитры сделал DimaTorzok 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 Да, в тот самый случай ДимаTorzok ДимаTorzok Мангры И здесь даже А иногда они берутся ДимаTorzok 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 ДимаTorzok